Дорога – это всегда место особого внимания людей, как водителей автотранспорта, так и пешеходов. Оперативно-профилактическое мероприятие «Заслон», проводимое в субботу 3 ноября, было направлено на выявление нарушений правил дорожного движения. Анализ показал, что по данным мероприятиям у нас идет реальное снижение, в частности, чего мы и добиваемся – это тяжесть последствий аварии. То есть, чем меньше людей страдает, получает увечья, и даже чем меньше гибнет на наших дорогах людей, тем эффективнее это мероприятие. К сожалению, нарушений правил дорожного движения было много. Выезд на встречную полосу, управление транспортом без документов, были нарушены правила перевозки людей, скоростной режим, правила включения световых приборов. Двигался на габаритных огнях, место ближнего света фара. В дневное время суток должен был включен ближний свет фара. Как вы относитесь к таким проверкам на дорогу? Я думаю, это будет для многих водителей, особенно молодых, примером и уроком на то, что надо соблюдать правила дорожного движения, чтобы поменьше было ДТП. Кроме личного состава сотрудников полиции, в операции «Заслон» приняли участие и другие подразделения управления внутренних дел, в том числе подразделения по делам несовершеннолетних. Ведут профилактику в своем направлении. Родители предупреждают, информируют о том, что нужно использовать детские удерживаюстройства для перевозки детей. Правила для пешеходов гласят, что человек, вступивший на «Зебру», может смело переходить дорогу. Однако есть водители, нарушающие этот закон. Лучше все-таки проверять всегда, если машина стоит и с этой стороны. Все-таки обезопасивать себя дополнительно, потому что, к сожалению, мы живем в такой бум прогресса, где все хотят успеть, где время очень дорого стоит. Не все пешеходы с должным вниманием и уважением относятся к автотранспорту и человеку, сидящему за рулем. Мне бы, конечно, хотелось, в первую очередь, чтобы все-таки пешеходы, они также четко выполняли требования сегодня, как и автомобилисты. Потому что, естественно, автомобиль – это техника. Но, тем не менее, если это будет обоюдное выполнение требований, которые существуют, то, наверное, порядка будет больше. Вечером нашей съемочной группе удалось поработать с нарядом полиции на проспекте Ленинского комсомола. Здесь большое движение машин. И на перекрестке с круговым движением требуется повышенное внимание. К сожалению, и в этот день произошло столкновение автомобилей. К счастью, без человеческих жертв. Виновником этой аварии стал молодой человек. По всему видно в нетрезвом состоянии. То ли от волнения, то ли от скопившейся выпитой жидкости или еще от чего-то, он, не стесняясь, при всех справил свою нужду. На прохождение медицинского освидетельствования, на наличие следов алкоголя, он категорически отказался. Я отказываюсь от прохождения медицинского освидетельствования. Почему молодой человек сел за руль в опьянении? И почему отказался от освидетельствования? Он нам не сказал. Должные инстанции разберутся в этом деле. Рейды по проверке правил дорожного движения в районе проводятся постоянно. И хочется верить, что люди наконец-то поймут, что их надо неукоснительно выполнять. Ведь это наша жизнь и здоровье. Людмила Медведева и я, Адамя Елена Кошлева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин